огромный летний привет всем мы с ромой сегодня приехали в гости к игорю в игорь в гости который покажет нам сегодня новый кондик но для кого-то он может быть не новый как он называется называется дусит гранд парк и он в принципе новый потому что ему помог три года да то есть на view так где находили еще даже не знаю да где находится сейчас мы покажем дата сейчас покажем обещали джам тен так скажем от набережной как как бы расстояние есть не как некоторые думают джам тена до часа около пляжа да есть первый джам тен это береговая линей 2 джам тен и дальше 2 джам тен и чуть пройти если бы было бы 3 джам тен и можно третьего джам тенни но если бы это он скорее всего есть поэтому сейчас мы объясним где находится мы вот с ромой стоим на пятачке оживленном пятачке здесь и 7-11 есть и family mart вот это кондик называется лагуна 2 прошу вас не путать с лагуной 3 мальдивы ведь это лагуна beach resort 2 до family mart вы наверно знаете эти места и вот справа серенький такой комплекс казалось бы неприметный это и есть гусит как называется гран по гранд парда но прежде чем игорь выйдет из своего конда он у нас человек занятой нас пригласил у него появилось свободное время и надеюсь мы успеем все посмотреть но прежде чем мы пойдем здесь рядышком покушаем кушать хочется да сильно тай фудика сидим калпат там там какие-то такие звуки что-то произносится такое прочее ну вот кондик гусит а мы идем а мы идем вот есть кстати есть такой пятачок оживлены есть фрукты продают потом различные коммунальные службы здесь стиральные машинки есть и вот мы приходим вот в это место где очень люблю бывать очень вкусно здесь кормят тай фуд hello hello how are you здесь очень хороший very good food very good food very very a roy вы из рома 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 а вот вот и зимой м кума и пола фэнс чё бить чё бить отек бить вот они здесь вместе работают и здесь тут есть что у нас ведь какие блюда интересны всякие разных его видите какие добрые у нас здесь хозяева которые нас постоянно кормят смотрите вот цены в принципе нормальная да вот подставить по моему вот там являлись 50 бат там ям лун фрай край смотрите вот любите все время интересоваться ценами цены показываю можете поставить на стоп кадр посмотреть сколько сколько это все стоит ну вот еще смотрите цены видите недорого 50 бат блюдо большие сейчас мы что-нибудь с ром и закажем ну что рома что мы закажем давай давай что закажем ром ты что любишь больше 100 дорого недорого 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 good price но good food very very a roy чего возьмем рома как ты посоветуешь вот здесь сядем как раз будешь рядом с девушкой кушать ну давай ты под той пошла чтобы разные взяли а я возьму себе чуть другое может он я пока мы с ромой ждем пока пока я видел и вилл и вилл и вилл и вон кинси тогеда самое интересное что таких кафешках от россии такого по моему нет ну может быть деревнях деревнях есть а вот и это нормально среди скатерочки такие скатерочки как вот у нас на кухне до грунта станок нет и скатерка но это не прям ресторан это скатерочка это очень такой шаром не одна шарма то есть какой-то мне нравится за твоей спину вижу я стиральные машинки такие современные они подороже чем те которые 30 40 батовые а справа тебя туалет там 5 бат платят в этот туалет да но некоторые умудряются в твоем протиснуться за за 5 бат однажды двое наши соотечественников они протиснулись и показали пример иностранцы это же стали так же делать за 5 бат проникать вдвоем у них стройную фигуру у них далеко не стройная фигура была и они тем не менее пролезли вот туда в турнике смотрите какой вкусный аппетитный том-ям вот нанесут том-ям чик с рисом теперь готовит роме еду паттай 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 сейчас показываем как готовится паттай паттай кун это креветка чтобы выполнить смотрите так вот готовят паттай это такие типа орешки это все потом добавляется и мастер-класс по приготовлению паттай как рука профессионала работает соус специальный соус для паттай надо 4 разыграть сделать и дай мне веточки запад кладем то есть запоминайте смотрите как и тарелочка вот здесь ждет с орешками и с лаймом он туда выкладывает вкусно получается вот я взял том-ям с рисом а рома взял себе паттай и рисова лапша тут орешки молотый обязательно выдавить нужно лайм на это все и перемешать и да там соус специальный таки вот проростки вот свежий ну очень прикольно не все они могут питаться понимаете вы желаете нам приятного пить его как раз когда что так соберут вот в него руку вилку ты левую руку сначала придите у тебя рука левая наоборот то есть вот 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 они где вы берут не вправо лево и потом накладывают вот на вилку на ложку вернее и в рот в рот только ложку кладут после предметы в рот не суют и вот едят вот уложил ложкой поймайте вот так не наоборот ну сейчас вот поедим и пойдем в дусит гранд-парк маленькая большая креветка рома говорит что у него какие-то большие креветки всего три бывает больше но тоже неплохо вот подошли мы к дусит гранд-парку и вышел на встречу игорь игорь приветствую познакомьтесь рома игорь тоже блогер хочу сказать что вот это дусит 1 а вот напротив уже заканчивается а почему часто дусит везде вот мы ехали ездили допустим за сухом видом тоже какой-то поселок дусит популярное название но по-тайски это трон дусит очень часто встречается иногда даже тем более что сейчас они начали плодить вот этот дусит гранд-парк один сейчас мы зайдем это дусит гранд-парк 2 они сейчас делают через несколько месяцев практически планированные когда минимум то есть и планировка вся такая же да получается то же самое все начинка такая же ну сами видите они что-то поплотнее по моему сделали здесь меньше места будет свободного вот это здание даже не знаю что это будет на 24 число ребята кто не знает кто забыл вот 24 апреля будет собрание собственников дусит так что не пропустите кто не живет то хозяин смотри игорь а если допустим планировка одинаковые да здесь то будет такой вариант вариант что как фильме ирония судьбы ли с легким паром кто-нибудь заходит как улица строителей чтобы разные там шел в один гусит попал в другой гуси я могу сказать что реальный случай была касаемо лагуна 2 лагуна 3 то есть какой-то скандал был на ресепшен я подхожу что случилось тайка говорит о собственнице заезжая свою квартиру там 752 предположим а там горы проживают и мы пошли там действительно люди живут совершенно не невинные русские люди которые дали ключа не заселились потом когда начали выяснять оказывается тайка ошиблась она приехала в лагуну 2 и надо в лагуну 3 в мальбивы весьма не там квартира точно такая под таким же можно было и слава богу все это за меня такая же история была когда я приехал первый раз по 1 мальдивы мне таксист высадил почему-то вот здесь я и я тоже пошел искать а этот риэлтор начал это где ты я грязь не ставим возле комнаты я не вижу тебя это тоже не вижу добавить что тайские водители они gps не особо в массе своей для них это очень сложно найти два в лагуну 23 то есть они не парятся если из бангкока люди едут на такси особенно согласись по тайски более-менее знают банкока едут они тут крутают могут полтора часа ехать до патайи а потом полтора часа искать когда минимум здесь и вместо третьего вторую то есть то есть ему самого название увидели первопопавший старая или первые все людей с чемоданами города там вечером скажем ночью там флагу не один им приходится с этими чемоданами особенно если на мальдивах высадили там собаки ночью причем все в основном почему-то желтые собаки тут больше всего игорь здесь что у нас получается это какой-то островок 6 6 застройщик тайский разница есть например если лагуна 2 лагуна 3 там многое одинаковые даже внутри экипировка там кухня для планировки и так далее то здесь все по-другому все другое квартир немного поменьше здесь понятно вот здесь у нас подземная парковка которая очень удобно она идет по периметру и так и прямо под всеми домами идет можно объехать так вокруг отсюда вы и что удобное можно вылезти с вещами возле своего подъезда по всеми и там лифт есть и подняться а ну да очень удобно минус в том что здесь к сожалению в отличие от лагуны 2 лагуны 1 мальдивы тоже к сожалению этим страдают что вот люди ездят постоянно по территории мальдивы частично там да да там часть маленькая не сделали и стоянку и так далее здесь они вообще могут так попробовать постоянно особенно доставщики вот эти которые сейчас возят граб то есть не погуляешь спокойно здесь по территории ну нет гулять можно но бегунам например которые любят бегать там или играть там бандбинтон ребят на полято из золга на байке вы скажу что байки машину проезжали а вот эти люди заставщики я конечно уважаю их их трудно они постоянно тут путают ищут там какие-то эти корпуса там у подъезды постоянно как мураши тут короче так вы чего пойдем дальше там я вижу какой-то кусочек реки или это что там но это как раз бассейн это бассейн а бассейн здесь какой супер крутой массе мне нравится тем что в отличие опять же я извините что я прямо сравниваю просто я очень хорошо знаю я жил в лагуне 2 я сначала несколько лет жил в лагуне 2 потом переселился но мы-то как раз тобой там и встретились там он очень мелкий да 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 здесь ух правда погул по горло прям да здесь идет он полтора метра метр метр восемьдесят просто и кей там вообще опасно просто я вижу чтобы будет мужчина стоит он по шее стоит по горло мне вот так вот если я залезу вы потом оступает попробуйте у меня по горло а так вот это на первом этаже бассейн на втором нет а он вообще длинный да получается смотрите ребят это один бассейн на самом деле он там он он также идет по периметру по периметру это уже как это как целый сис тоже бассейн целое путешествие когда отправлять их плавание он идет под всем этим что интересно они сделали такую систему вай фай возле бассейна вай фай ловится вот здесь стоит подойти на первом этаже какой-нибудь квартире он уже не ловится это нужно то есть здесь нет общественного вай фай только вот здесь там у паблика называемые вай фай он только вот здесь возле бассейна а вот интересно что подходишь только квартире на первом этаже как-то они так когда рассчитали все уже уже надо свою свою подключить у меня здесь свой подключенный файзами 800 бат вместе все равно почему-то у них в таиланде сложно сейчас это не гарантия пропадает вчера пропала интернет и полчаса то есть то что ты деньги заплатил это не гарантирует тебе замечательно поэтому с телефонов раздают да ребята 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 че заметил это двойник игоря прошел посмотрите двойник вот мне нравится мостик и вот эти вечером для освещения но представляю какое здесь освещение вечером красивый классно тут же бассейн смотрите как он открывается новый вид там горка да ты игорь это на самом деле детская зона и детский бассейн прикольная река так ну что игорь еще что посмотрим душ а вот он душ да слушая вас есть закрытый душ я почему говорю в мальдивы хорошо закрытый душ для тех кто экономит воду пришел туда помылся короче дома не моешься не тратишь воду есть банный комплекс а хаман так называемого химру холодненько здесь а вот мы посмотрим на комплекс дусит с высоты птичьего полета смотрите какой этот комплекс а когда его построили сколько лет получается здесь здесь буду тренер на меня нравится здесь дамку на 2 я прожила здесь ну мне кажется вот здесь по новее что ли как будто бы чем во-первых сам по новее комплекс во вторых на в каждом коннике есть плюс и минус конечно что всегда можно я могу снова вскидку сказать какие минусы там в вагоне 2 да да ну и какая-то для каждого своя атмосферность если кому-то подходит вот атмосфера вот он не там и живет да здесь кстати говоря есть такая вещь которая сейчас редко где практикуется бесплатный тук-тук даже работает как часы вот там расписание то есть он получается разводит и как папа 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 то есть и он там забирает люди знают и где надо садиться обратно чтобы ехать суммаряне ну то есть когда макро на самой продукте естественно ели сначала на джунки потом потом на таска макро по 3 это как подготовка идет к сам зайти к чему ну конечно сон кран новый год по тайски по тайскому календарю идем не боюсь что здесь хорошо здесь очень просторный большой тренажерный зал посмотри сейчас мы заходим вообще ни одного человека да вот кабинки можно было ставить это логиня например или здесь отдельный туалет для тренажерного зала например или не везде есть и на залах туалет и тоже то есть например ты взял тяжелый вес да и раз тебя от кишечник подвел это пошел и буду теперь смотри нам же надо продемонстрирует ром может ты покажешь какие-то силовые давай попробуй так он пережил обрати внимание на тренажер и разнообразие да я и когда и к их только хотел сказать качественные не 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 ржавые и такие мощные и правда очень сядь ровно велик покажет этих же мальдивах там три раза меньше в четыре сядь на велик да посмотрим как крутят . тебе все все . . оставили дома и короче будем сам играть роль спортсмена будет ну конечно здесь вас судили за сам что мы не спортивной форме не тоже специальные то есть это здесь надо участвовать вот как вот та девушка пришла до спортивный ну да потренировался ушел освободил мест телефон и надо конечно сам по часу когда люди рядом занимаются вот это как бы уже готов на минуту в такой же одежде занимаешься качу-качу педали куда доехал занимался там всегда понятно что где-то находишься и а так давайте пройдемся может быть девушка с ними наши люди же любит когда мы показываем местных людей до чтобы так посмотрели вот поэтому люди приходят заниматься спортом да и зеркало которое которое увеличивает перспективу спортивного зала давай вот так вот да ну что рома катание твое на велосипеде оказало огромное воздействие на твою скелетно-мускулатурную конструкцию маленький теннис можно поиграть отдельно для мужчин можно глушу отдельно для мужчин а там для женщин разные вот эти якобы его открыли но на самом деле все на этом это тут сидит замок а вы здесь видите как получать пальчиком просто нажимаешь это не может просто меню настройки менять там настройки по-моему типовые сделали в общем здесь находится сауна которая пока закрыта мы надеемся что парням приходили то есть замануха такая я рома не возникает вопрос а вот например сауна можно если девушки пришли потому что у них не сильно тепло а у парней потеплее еще с собой пиво чипсов взять хороший повод у нас очень тепло вот мы к вам последствия к вида народу было очень мало они закрыли сауну там я но время тренажерный зал был закрыт ну вы знаете наверно хочу было конечно расконсервирует потом многими вещи становилось сложнее небольшой красивый садик смотрите как все ухожено деревья в виде шариков маленькая это видимо пальма это же пальма да игорь будет полосатая трава дальше мы идем там можно посидеть а это для самых для новорожденных до такой легошин лягушатник горка водная с которой возможно кто-нибудь из нас прокатиться даром как считаешь потом воды мало там воды мало поэтому видимо это каждый корпус отдельный до получается да более того управляющая компания сделала лифт уже на лифте можно поехать только карточка если у тебя карточка нет а на лифте не поедешь только как много писем то игорь только мы пишем до должнички после к вида конечно и вот столько людей смотрите да кто не живет по не платит вот у них задолженности и не только у нас в россии жкх там догоняет полный полный там да смотрите насколько из расходов на белой бумаги который сейчас у нас в россии нету а нет такого что куда есть бывает некоторые которые знают свой код а здесь нету вот я там и говорю а если забыть три часа ночи особенно в январе или в декабре тоже да все они здесь по городе свободно или не поедешь без карточки такой интересный цветастый лифт значит так надо прислонить последний этаж обратите внимание здесь есть камеры я не знаю на самом деле пишут они или нет видео камеры в каждом лице улыбайтесь дизайн лифта хороший ну да приятно ехать не просто правда нету тоже церковь раньше были почему-то убрали за этого не знаю наверно они оказались хрупкими космический корабль нас привез на последний этаж поэтому она устроена весь а тут как бы не предусмотрено там прям сразу ты на крышу на если захлопнется через сколько дней нас могут отсюда выручить у нас вода есть еще можно сутки продержаться вот к сожалению так вот это было все-таки я думаю что задумано должно было что-то быть типа навесик столики может быть да что такое ну да там то видно когда едешь со второго джамки на озеленение классно но это тот же самое да получается то что ты говорил про планировку такая же точно самое но только крыша другая маленькая не вот она обзорочка с крыши бассейн и всего этого придомового хозяйства и чё-то рома тут призадумался и грант джанкин паттайя 2022 год апрель апрель месяц до запомните каким было это место в апреле она и будет и в мае и в ноябре таким же ты попей если хочешь потом рома оставил воду там где качался а вот виден фрагмент паттайи с крыши это у нас получается джамкин а с другой стороны мы видим ты паразит ты паразит и рынок вот там вот посередке видите это фруктовый рынок где-то тут колизей езда непеределанные люди выступали раньше идет плотное строительство нового кондика несмотря на то что в мире финансовые кризисы всякие к виды различные рукотворные кризисы тоже которые в последнее время у нас люди все-таки строят и говоря вот это что за за кондика который справа немецкий кондик очень закрытый в аренду нет квартир но и проверял конечно и там у них это получается бассейн поменьше чем у вас да он такой малолюбный видно сразу бросается в глазах тем не менее функционирует чем это для истины хорейца я думал ты скажешь туда только могут нинцы попасть есть но есть же как китайские то есть те же места где только китайцы допустим живут или китайц там питается у нас на байкале например да есть кафешки когда приезжают ну раньше до к вида приезжали китайцы и только вот они там оставляют деньги только у своих не распыляясь да поэтому это тоже у них там по ночам не не говорят там громко там я я натюрлих может тут какие-то это потомки выходцев третьего рейха все думают что они в аргентине живут они представляете в этом кондики находятся ну иногда их голоса смешно с тайскими вот где-то здесь находится начатой рынок где-то тут овощной рынок находится фруктовый а вон фарикан шоу желтый серебристый но там же до колизей колизей напротив а вот он колизей же по моему слева как раз мы просто вправо смотрели вот он непеределанные люди так и выступали раньше я правда ни разу не видел не застал крышами ряд такой идет поселок свой розовый желтый тут поселков очень много таких прикольного и закрытых ну вот дорогие друзья вы увидели конди как называются ду-сид гранд парк гранд парк вот игорь нам показал с игорем и познакомились надеюсь вам очень понравилось и мы еще не раз встретимся и может быть что-нибудь интересное забудьте в дальнейшем попрощайся скажи всем пока пока все счастливо игорь уходит да а мы с ромой остаемся чтобы что сделать протестировать бассейн протестировать бассейн давай раздевайся только не полностью да потому что иначе нету девушек перед которыми ты мог бы раздеться да иначе будет видео 18 плюс чтобы нырять бассейна ну хорошо не заберу сейчас спортсмены водоплавающие пойдут водопьющие пивопьющие пойдут нырять на глубину сколько сказал метров 8 метр восемьдесят глубина тут нереально глубокая глубина я вот стою по грудь а вот если дальше туда поплыть то там говорят вообще под метр восемьдесят а у меня рост метр восемьдесят два я точно скроюсь в самую макушку в этой воде водичка то васяка нормально рома потренировавшись на велотренажерах обретя еще более спортивную форму погружается в водный массив давай продемонстрируй всем мастер-класс только сильно только сильно не плескайся потому что камера может испортиться и это будет последний кадр этой камеры где-то хорошо где-то не очень когда сильно холодно вот например в мальдивах там больше пацан да и она прям горячая была есть выбор мальдивах тоже на первом этаже оставляешь только воды да надо же химии же обрабатывать чтобы она не цвела сколько моторов да да ничего нормально я кстати сразу зашел и не сильно холодно ну да ты чё поплыл ты если что возвращайся я не слышу я говорю ты если что возвращайся все ушел куда-то рома опиши свои впечатления находясь столь не теплое время года для северного полушария находясь в этой водички как я себя чувствую ощущение когда вода в ушах ничей было непонятно ну как ты себя ощущали офигенно участка к расходе привыкаешь она становится не теплой слишком и сильно холодной но при в море час вода прям очень теплая ты прям ее не чувствуешь но когда жарко хочется как раз такую воду то и вернуть что-то потому что в море сейчас даже купаться иногда плохо потому что ну ты не охлаждайся ну да 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 ничего здесь вот и именно приятно опасаться не 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 мерзли с ним вот такой огромный водоем представляете это все вся вот эта река идет вдоль этих корпусов которые слева и дальше переходит вдоль тех корпусов которые справа и туда 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 далеко уходит прошло немного времени около часа наверное мы тут на плавались вы купались нанырялись спасибо игорю что нас туда привел мы теперь как поплавки болтаемся в этой водичке глубокой мы хотим 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 быть мы хотим и каким все сразу хочу немного информации информационная вставка я как журналист оператор там есть метки полтора метра бассейн глубина дальше метр тридцать не знаю где игорь видел метр восемьдесят наверное скрытая какой-то не а может быть вот на той стороне там где-нибудь ну вот бассейн полтора метра это очень много ничего вот мы стоим у меня роста 75 76 я вот у меня метра 82 у меня чуть-чуть повыше на это классика глубокий бассейн вообще ощущение то объем воды такой такой большой объем воды да еще кстати что интересно здесь заметьте насаждение хвойными не пальмы традиционные да вот может это развернемся что как бы вот за нами дал и красиво надо для тайской природы хвойные деревья это реально хвойные деревья это для тех кто часто приезжают из сибири особо это кибета чё там хвойные деревья тоже также на картинках на видео до моста растут они поэтому чтобы не сильно отрыв был от родину до немножечко это ну ладенько ну все всем всего доброго игроки огромное спасибо когда ты посмотришь надеюсь услышишь нашу благодарность все всем пока рома ушел куда-то под воду пока пока пока